В копилке побед Амурской области прибавилось еще на одну медаль высшей пробы. С победы вернулась наша боксерша Зоя Хохленко. Подробнее о том, с кем боксировала и куда ездила спортсменка, расскажем в нашей постоянной рубрике. Впервые за всю историю амурского женского бокса наша спортсменка взяла золото. А дело было в городе Владивостоке на Дальневосточном чемпионате по боксу среди женщин. Побороться за золото съехались более сотни спортсменов со всего Дальнего Востока, а также боксеры из Китая и Узбекистана. Честь Амурской области защищала студентка первого курса Благовещенского техникума физической культуры Зоя Хохленко. В подобном чемпионате боксерша участвовала впервые. Да и на это соревнование 17-летняя Зоя была допущена по спецдопуску, так как по правилам могла боксировать во взрослых соревнованиях только в следующем году. Но это никак не помешало ей убедительно выиграть обеих опытных спортсменок в своей весовой категории и получить статус лучшего боксера соревнований. Для меня как бы был бой самый сложный вот этот, потому что я первый год боксирую по женщинам, и первый бой провела с взрослыми как бы боксершами. В планах у спортсменки выиграть золото в Оренбурге на чемпионате России по боксу, которое пройдет в конце октября этого года. 64 клетки, 32 шахматные фигуры, казалось бы, все просто в шахматах. Взял коня или ферзя, походил им куда угодно, срубил вражескую фигуру и готово. Оказалось, сыграть правильно шахматную партию, да еще и в свою пользу, целая наука. Следующий сюжет о том, как я шахматному делу обучалась. На третьем ходу выяснилось, что Гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных семи черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бастап узнал, что играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Бывает мат, бывает шах. Это все, что я знала про шахматы до сегодняшнего дня. Но я решила исправить это недоразумение и прийти в шахматный клуб. Да, вот видите, оказывается, не все так просто. Чтобы было просто, прежде всего нужно изучить теорию. Начинать играть в шахматы, кстати, можно в любом возрасте, даже будучи взрослым человеком. Вы не так коня поставите, товарищ Глазмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Вот так. Все фигурки ходят по строго определенным параметрам. Мы начнем, допустим, с самой сильной фигуры – фельд. Вот фельд может ходить во все стороны, насколько угодно клеточке. Вот может по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Пять занятий, и вы усвоите, что ладья ходит по вертикали и горизонтали, слон по диагонали, а конь буквой «Г». Но чтобы стать хорошим шахматистом, потребуется не меньше года ежедневных занятий по часу в день. Даже уже чемпионы мира и все прочие, они постоянно совершенствуются. Хоть и чемпион мира, но вот так, если почитаешь, послушаешь, что они говорят, они ежедневно 4-5 часов уделяют шахматам. Постоянно совершенствуются. Стоит только остановиться, начать почивать на лаврах, тут же тебя подставкой отправит. Семен Борисов шахматами занимается второй год. Настольной игрой подрастающего гроссмейстера увлек отец. Подарил шахматный набор и сыграл с ним первую партию. Мне понравилось поиграть с папой. И вот захотел с другими сыграть, чтобы развиваться. Мне нравится очень защищать фигуры свои, узнавать какие-то новые партии. Серьезные турниры Семен пока что не выигрывал, но знанием шахматного дела 8-летний школьник меня удивил. Первый ход бывает, что на Е5, а вот, например, противник сюда и ферзем напротив вот сюда ходишь. И потом он может не заметить, что конем можно походить вот как-нибудь. И может просто вот тут ферзю сделать угрозу. Игра в шахматы не сделает из вас спортсмена с рельефными мышцами. Зато поможет развить память, внимание, мышление и интеллект, что, кстати, в жизни очень даже пригодится. Многие родители приводят сюда детей, потом говорят, что вот у меня он стал лучше в школе учиться. Он не знает, что там он с двоек на одни пятерки так учился. Но, в принципе, успеваемость в школе у многих повышается. Кроме того, занятия по шахматам помогут стать целеустремленнее, рассудительнее и сдержаннее. А это значит, что вам и вашему ребенку станет намного легче контролировать свои эмоции. Мне нравится, что это развивает логический ум. И так просто интересно как бы выигрывать, проигрывать тоже интересно. По длительности партии шахматы делятся на классические, где игра продолжается полтора-два часа, быстрые шахматы до 25 минут, блиц 3-5 минут на каждого участника и пуля, где у каждого игрока есть всего лишь одна минута. Если в таких классических шахматах можно посидеть, подумать, что это решение, то здесь, в блиц, там, конечно, на первую очередь выступает колоссальный объем знаний, потому что это будет произведено, но и быстрая реакция. Время партии контролируется специальными шахматными часами. Игрок делает ход и останавливает свое время, запуская время соперника. Причем кнопку игровых часов следует нажимать той же рукой, которой делается ход. Таковы правила. Как только время кончается, то все. Даже не поставил я матом, не поставил. Считается, что у вас время закончилось, вы партию проиграли. Ну, это неудивительно. Да, удивительно было, если бы уже. Гром среди ясного неба раздался через 5 минут. Вам мат, товарищ Росмейстер. Остап проанализировал положение, позорно назвал Ферзя королевой и высокопарно поздравил победителя. Победа присуждается и игроку, чей соперник опоздал более чем на полтора часа или вообще на турнир не явился. То есть в 10 часов начало тура, так в 10 часов будь любезен, будь на игровой площадке. Такие вот суровые правила в шахматном мире. Но попробовать этот спорт все же стоит. Ведь даже несмотря на мнимое спокойствие и размеренность этой игры, она безумно азартна. Героиня нашего следующего сюжета учит детей высоко прыгать, быстро бегать и метать копья с дисками. Она тренер по легкой атлетике. Уже 20 лет Ольга Дрейко воспитывает призеров и победителей дальневосточных и даже всероссийских соревнований. Спортивная история Ольги Николаевны в нашем следующем сюжете. Сил вагон, камушек летит, летит. А здесь вот это легенькое все. И надо было все удовольствие получать. Ольга Дрейко 45 лет в легкой атлетике. Заниматься бегом, прыжками и метаниями профессионально. Спортсменка начала в четвертом классе. Тогда под свое руководство ее взял рекордсмен и легенда амурского спорта Валентин Николаевич Шкап. Она, девчонка, целеустремленная была. Прыгала, прыгала она в высоту. А когда поступала в Ленинград, я туда ездил, тоже тренером разговаривал. Я в характеристике написал, что ей надо длинное метание заниматься. Но я имел в виду диск, а у нее вот копье получилось. В 80-м году Ольга Дрейко полностью перешла на метание копья. Спустя два года выполнила норматив мастера спорта международного класса. В 82-м она вошла в сборную Советского Союза и стала чемпионкой на международных соревнованиях в мемориале братьев знаменских. Лучший результат в метании копья у Ольги получился на матче СССР-США-Япония в 85-м. И я метаю, сектор ограничивается, сектор линиями, да, ограничивается. И я метаю, копье попадает у меня в линию внешней, и там получается 70-10. То есть японцы сами, они измеряют, они такие гостеприимные, то есть они так хорошо принимают и проводят. И приносят, мне показывают на листочке, показывают, вот-вот-вот, ты же метнула. 70-10. То есть на тот момент был рекорд Советского Союза, и у меня где-то подспутно в голове. Лебединая песня. Больше на этот уровень спортсменка выйти не смогла, но одержала еще несколько крупных побед. Например, на Кубке мира в Канбере Австралия Ольга стала чемпионкой. В 89-м легкоатлетка из большого спорта ушла в деятельность тренерскую. Вот уже 20 лет Ольга работает в детской спортивной школе. Всегда поддерживает, абсолютно всегда. Даже ругает часто. Но в основном она как бы дает очень нужные советы. То есть смотришь, все равно наблюдаешь за работой других преподавателей. Ольга Николаевна, конечно, ну я, это лично для меня, я считаю то, что она на голову, просто выше всех. Чтобы стать хорошим тренером, Ольге Дрейко немало пришлось потрудиться. Практически с нуля она научилась работать с детьми и доказала всем, что и как тренер она способна показывать результаты. Без самолюбия, без амбиций тренер не состоится. Ни один тренер не состоится, если у него этого нет. Безразличия не должно быть. Не должен быть тренер безразличный тому, что делает. Ольга Дрейко – тренер высшей категории и отличник физической культуры. Ее ученики – чемпионы России, Дальнего Востока и Амурской области. Тренер должен искренне, чтобы ребенок понял, что его не обманывают, что действительно хотят, чтобы из него что-то получилось. Я пришла, я им рассказала, и они видят, что я этим горю. И потихонечку поджигаю их. На этом все. Программа в нашу пользу подошла к концу. Физкульт пока. В областном центре развития спорта нам рассказали, что с 1 по 4 ноября в Благовещенском спортивном комплексе «Амур» будет личный чемпионат Амурской области по шашкам. Начало первого тура в 16 часов. Открытое лично командное первенство Амурской области по настольному теннису пройдет в Благовещенске 3 и 4 ноября. Соревноваться юноши и девушки будут в спортивном зале Политехнического колледжа. Начало в 14 часов. А в селе Константиновка будет дальневосточный турнир по вольной борьбе. Уже, кстати, в 15 раз. Бороться спортсмены будут в районном доме культуры. Начало поединков в 10 часов. 10 и 11 ноября в Благовещенске пройдет чемпионат и первенство Амурской области по самбо. Поболеть можно будет в спорткомплексе «Юность». Схватки будут жаркие, ведь здесь пройдет отбор сильнейших спортсменов в состав сборной команды области для участия в дальневосточном чемпионате и первенстве. Начало в 10 часов. С 3 по 7 ноября в спорткомплексе города Зея пройдет открытое первенство Амурской области по гандболу. Начало игр в 14 часов.